Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Вы их совершенно бесплатно можете просматривать на моих видеоканалах. И получать нужную для вас информацию. А сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, чтобы вылечиться и жить без болезней. А именно, в этом видео я вам расскажу про 5 смертельно опасных ошибок. Которые могут допускать мужчины, либо женщины вне зависимости от возраста. Потому что их объединяет один диагноз. В книге рекордов Гиннеса зафиксирован американец, который переболел этим диагнозом в возрасте старше 40 лет. А большинство населения проходит этот этап в своей жизни. Либо в дошкольном возрасте, либо в школьном возрасте. Реже, позже. И этот диагноз, он очень простой. Это вирусный гепатит А. Кто-то, заболев вирусным гепатитом, переносит его в желтушной форме. Примерно 10% населения, таким образом, знают, что у них был этот диагноз. А 90% у них вирусный гепатит А проявляется в виде какой-то дисфункции пищеварительной системы. Либо дисфункции дыхательной системы. Иными словами, вы даже подозрения не имеете, что у вас вирусная инфекция разрушает и нарушает работу вашей печени. И очень важно, первое, это правильно сопровождать заболевание, чтобы печень пострадала в меньшей степени. А также, после перенесенного заболевания, помочь печени восстановиться. Если все произошло без вашего активного участия, вы здоровы. Если печень не восстановилась полностью, есть определенные признаки, которые показывают, что ваша печень работает не лучшим образом. И самый распространенный, это утренняя, либо печеночная лень. Вот так ее и называют. По причине, понятно. Просто метаболический мозг, ваша печень, за ночь не успела восстановить ваш организм и подготовить к новому рабочему дню. И известно выражение. Поднять подняли, а разбудить забыли. И для того, чтобы помочь работать вашей печени, безусловно, тут уже нужно прилагать определенные усилия. И требования, которые нужны к вашему образу жизни, к вашей системе питания, к рациону питания, они известны. Я их обозначил в двух самых любимых до недавнего времени своих книгах. Что делать, если у вас есть печень и секреты здоровья, или что делать, если у вас есть печень и почки. Это минимум четырех, а лучше пяти разовый прием пищи. В котором обязательно должна присутствовать хотя бы одна чайная ложка жира. А также термически обработанная клетчатка. Сырая растительная пища не работает как сорбент. И не может уменьшить токсическую нагрузку из кишечника для вашей печени. А токсическая нагрузка есть всегда. Невозможно полноценно переварить всю принятую вами пищу. Часть ее употребляют по своему усмотрению микробы в кишечнике, вздутие живота, интоксикация. И первая порция токсином достается вашей печени. Печень сильная, вы этого не чувствуете. Печень ослабленная, токсины попадают в кровь, увеличивается вязкость крови. И неизменное следствие этого процесса появляется при ослабленной работе печени синдром вегетососудистой гистонии, либо гипотония, то есть низкое артериальное давление. Просто любая интоксикация увеличивает вязкость крови. И ваш гипоталамус пытается сохранить вам жизнь. Снижает скорость обмена веществ. И вот здесь ваши родители могли совершить первую смертельно опасную ошибку. Это отправить больного ребенка заниматься спортом. Да, безусловно, факты того, что вершин в спорте достигли исходно больные дети, они есть. Но они единичные. Иными словами, если тренер учел диетическое питание в зависимости от имеющихся у ребенка заболеваний, и создал ребенку правильное питание, учитывая эту особенность его организма, плюс дополнительное питание под тот вид спорта, которым он хочет ребенка тренировать. То, как говорится, честь ему и хвала. К сожалению, мне такие факты неизвестны. Я некоторое время контактировал с тренерами, которые тренировали спортсмены высокого класса. Я понимаю, что когда я им читал лекцию по правильному питанию, ну спасибо, они не уснули. Но вопросов практически не было. То есть, иными словами, их правильное питание не интересовало. Основная особенность тренерской работы – это от забора и до обеда. И я знаком с одним трижды олимпийским чемпионом. У него знает вся Украина. Его фамилия находится в энциклопедии. После двух золотых олимпийских медалей человек автоматически попадает в энциклопедию. Он очень грамотно тренировал своего тренера, его тренировать. И объяснить тренеру, что я немножко устал, нагрузки не выдерживаю, не успеваю восстановиться, тренер не слышит. А если вечером съесть кусок мяса, утром поднимается креатинин. И тренер не может отличить два процесса – знившее к кишечнике мясо, либо разрушенную во время чрезмерных тренировок мышцу. Креатинин поднялся – боже, я тебя перетренировал, извини, был неправ. У тебя период отдыха, восстановления. Вот так человек получил свои три золотых олимпийских медали, выиграл много чемпионатов мира, десятки чемпионатов Советского Союза. То есть, ну вот таким вот образом тоже нужно поступать. Если вы не умеете так тренировать своего тренера, то дальше включается пирамида. На вершине олимпийские чемпионы, чуть ниже чемпионы мира, Европы. А в основании дети, которые оправдывали надежды, исходно. Но не оправдали их. Да, они были способными. Но тренер не смог их довести, их раскрыть способности, потому как способности развиваются не тренировкой, а на том питании, которое ребенок получил. Вторая смертельно опасная ошибка, которая может быть допущена родителями в детском возрасте, в этом случае – это попытка поднять уровень артериального давления. Не важно, вы ребенку дадите выпить чашку чая, либо чашку кофе, и там и там есть кофеин. Кстати, чай в данном случае детям опаснее. Там есть еще теобрамин и теофилин, которые не самым простым образом влияют на несозревшие почки ребенка и на работу пищеварительной системы, которая тоже в периоде становления. Поэтому нужно правильно приготовить и чай, и кофе, для того, чтобы ребенок получил пользу, а не рисковал своей жизнью. И не важно тут, какого пола ребенок. Потенциально это будущий мужчина, либо будущая женщина. Видео «Как приготовить кофе для детей» на моем канале есть, не буду повторяться. Но это действие нужно совершать правильно. Гипотония, это ваш гипоталамус, вернее, вашего ребенка гипоталамус, показывает, что не может ребенок быстрее ездить. Не может обеспечить печень более активный обмен веществ. Поднять артериальное давление, активировать работу мозга других тканей можно, но на чем они будут работать? Если метаболический мозг печень, не способна это обеспечить. Вы вначале печень восстановите, и нужно правильно заваривать кофе. Видео «Как улучшить работу печени», пищеварительной системы, дыхательной системы, почек у ребенка, «Как укрепить иммунитет» на моем канале пока отсутствует. Со временем, возможно, я их напишу. А пока эта информация есть в недавно опубликованной мною книге «Май же все про каву» или на русском «Почти все про кофе». Такая информация здесь есть про особенности приготовления кофе в отдельных случаях. И я расширил несколько рамки правильного использования кофе. Кофе можно использовать, начиная с возраста от двух лет и до бесконечности, правильно меняя особенности приготовления, в зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических, экологических условий, тех заболеваний, которые могут приобретаться по разным причинам, важно правильно готовить кофе. И максимальную экстракцию из кофейного порошка достигается приготовлением кофе в турке, в джезве или в некоторых видах кофемашин. Я потом чуть позже об этом вам расскажу. А что касается детей, то важно помочь им правильно развиваться, не перегружая их организм разными видами стрессовых факторов. Видео, посмотрите, оно уже есть на канале. 5 смертельно опасных ошибок мужчин старше 30-40 лет. Они в полной мере относятся и к растущему детскому организму, который можно, конечно, попытаться перегрузить разными видами работы, после того, как вы обеспечите полноценный рост и развитие ребенка, и хотя бы позволите ему дожить правильно до полового созревания. Во время полового созревания печень подростка мужского пола усиливается гормонами, и мальчик начинает развиваться несколько проще. Печень обеспечивает на метаболическом уровне. Девушки, к сожалению, продолжать могут болеть, поэтому те рекомендации, о которых я сказал про правильное питание, они справедливы для них на протяжении практически всей жизни. Если вы их будете выполнять, печень, даже исходно ослабленная гепатитом, будет работать хорошо. Если вы эти рекомендации будете нарушать, они простые, там нет затрат экономических, есть просто правильное отношение к самому любимому, что у вас есть, это вы и ваше здоровье. Если же вы работу печени обеспечить полноценно не сможете, то со временем появляется такой диагноз, как жировой гепатоз. И вслед за ним появляется инсулино-резистентность печени. Она проявляется очень просто. Когда берете уровень глюкозы натощак, вы видите цифру 4,5 ммл, или 90 мг процентов и выше. До цифры 6 ммл, или 120 мг процентов, врач-эндокринолог вас не тревожит. Но! Инсулино-резистентность печени у вас уже присутствует. И здесь можно совершить третью смертельно опасную ошибку. А именно, оставить все как есть. Напомню вам простую физиологию. Каждая молекула глюкозы находится в крови не в том виде, в каком видите вы ее в сахарнице. А в окружении 6 молекул воды. И чем больше, чем выше уровень глюкозы, тем больше объем крови перекачивает ваше сердце. Это дополнительная, вовсе не обязательная для вашей сердечно-сосудистой системы нагрузка. Потому что двигатель в системе кровообращения не уровень глюкозы. А кислородное голодание в клетках. Ваше сердце в клетке приносит кислород. Потому что кислородное голодание 5 минут и клетки мозга погибли. Водное голодание это несколько часов в худших условиях, а в благоприятных условиях несколько дней или даже несколько недель. А голодание пищевое. Люди даже не подготовленные могут несколько недель совершенно спокойно на этом виде ну скажем так испытания своего организма пробыть и остаться живыми. Но перекачивая кислород клеткам, ваше сердце вынуждено перекачивать тонны крови. Лишние. Отчего и будет ускоренный износ. И опять советую вам просмотрите видео 5 смертельно опасных ошибок, которые допускают для мужчин в возрасте 30-40 лет. все стрессовые факторы в условиях повышенного уровня сахара в крови приобретают более патогенные значения и могут неблагоприятно закончиться. Если на этом уровне вы не решили заняться своей печенью и устранить инсулинорезистентность, в отсутствии основного источника энергии это углеводы, ваши клетки вынуждены перейти на жиры. и в крови повышается уровень холестерина. И у вас появляется четвертая смертельно опасная ошибка для мужчин и женщин любого возраста. Если уровень глюкозы увеличивает объем циркулирующей крови, то жиры в большем количестве находясь в крови увеличивают вязкость крови. И дополнительно увеличивается нагрузка и все те стрессовые факторы, которые я перечислил в том видео, их патогенность увеличивается. Для простоты я думаю, что я вам дам ссылочку в своем первом комментарии под этим видео. Чтобы вы не искали на канале, вы его найдете прямо под этим видео. Если вы с этого уровня не решили заняться своей печенью, помочь вашему метаболическому мозгу управлять обменными процессами в организме, то дальше повышенный уровень холестерина в крови имеет тенденцию изменять сосуды. И там появляется атеросклероз сосудов. Как правило, на этом этапе уже присутствует и гипертоническая болезнь, которая будет проверять ваши сосуды на прочность. А выдержат или не выдержат сосуды сердца? Это уже, как говорится, история. Или сосуды мозга, или сосуды почек. Катастрофа может быть в любом органе, но более вероятно патология сердца. И, к сожалению, больные с сахарным диабетом сегодня умирают не от диабета, а от осложнения в виде атеросклероза коронарных сосудов. Просто расстояние от аорты до клеток у сердца минимальное. Первые сосуды, которые выходят от аорты, они идут. Это коронарные сосуды, которые питают сердце. И расстояние там очень небольшое. И диабетическая ангиопатия в сосудах сердца развивается легко и просто. И это пятая смертельно опасная ошибка, которую можно допустить, если плохо относиться к своему здоровью. Практически на этом уровне у вас собирается в полном объеме метаболический синдром или, как его называют пессимисты, смертельный квартет. А это сахарный диабет, это атеросклероз сосудов, это гипертоническая болезнь, ну и есть еще проблемы почек. Почка вынуждена будет выводить больше белковых токсинов, потому как, чтобы получить нужную вам энергию в условиях дефицита углеводов, организм будет больше использовать жиры и белки. И соответствующие осложнения. Но дорогу осилить идущие вернитесь к началу видео и прослушайте те небольшие особенности, которые нужно вам сделать, чтобы все эти ошибки не допустить. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов с вами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. А та волшебная машинка, которую я заменил магическое действие над чашкой, вернее, над туркой, в которой варилась кофе раньше, она перед вами, она готовит кофе лучше и быстрее. Примерно в три раза больше пенки, то есть белковых соединений она может вытащить из кофейного зерна, чем я это делал раньше в турке. И за более короткое время, иными словами, я первое время экономил время, первых два месяца, а с третьего месяца я уже экономлю и деньги. Потому что машинка зарплаты не просит, а бариста требует зарплату. Для того, чтобы приготовить вам вкусный, ароматный кофе, но, если учитывать те особенности, которые я описал в книге по правильному приготовлению кофе, бариста вряд ли вам их учтет, а вы, как самое заинтересованное лицо, можете приготовить себе кофе правильно, в зависимости от тех переменных, которые я обозначил в этом видео. До новых встреч на моих видеоканалах доктор Скачко, школа доктора Скачко, это YouTube и школа доктора Скачко в Instagram.